Всем привет, с вами Катя. В первую очередь очень хочу перед вами извиниться за то, что я так надолго пропала, потому что я впервые за много лет очень сильно заболела. У меня какие-то остатки от болезни еще остались, поэтому если у меня будет срываться голос или я буду вдруг внезапно говорить нос, я прошу за это прощение. Ну и сегодня мы с вами поговорим о той теме, которая просто, наверное, с самого начала ведения моего канала является самой популярной по запросам именно о том, чтобы снять. И я все время откладывала это видео, потому что я думаю, вот сейчас я вот эту процедуру попробую, сейчас я вот это вот попробую. В общем, в итоге я каждый раз откладывала это в долгий ящик. Сегодня я хочу вам рассказать именно о своих принципах и мастхевах по уходу за волосами, и всем, кому интересно, и кто давно ждал эту тему от меня, добро пожаловать. И, наверное, стоит начать с того, что я не всю жизнь была с длинными волосами, и мне было действительно очень тяжело отрастить длинные волосы. Сейчас я немного их отстригу, где-то примерно сантиметров, наверное, 20, но те, кто подписан на меня в инстаграм, об этом уже знают. И также я сделала окрашивание шатуша, о котором я, наверное, в ближайшее время вам расскажу. Для этого у меня были просто мои натуральные волосы, они примерно вот как у меня здесь на камнях, то есть они довольно темные. Я за свою жизнь была и блондинкой, и брюнеткой, у меня были красные, фиолетовые, какого цвета у меня только не было на волосах. И я переходила с брюнетки в блондинку, я выжигала свои волосы, обесцвечивала, в общем, я думаю, те, кто когда-либо обесцвечивал свои волосы, знают, что это такое, насколько это травмоопасно для волоса. И, в общем, тогда у меня волосы просто походили на мочалку, они просто обламывались, это был дикий ужас, у меня была просто солома на голове. Но, в общем, в итоге, когда я взялась со свои волосы, я начала отращивать свой цвет, я была на тот момент блондинкой. И, скажу честно, волосы сейчас именно светлые, проще отрастить, потому что есть сейчас такие модные техники окрашивания, как шатуш, как амбре, ну, как они уже немножечко уходят на задний план, но, тем не менее, все равно вы можете упростить себе отращивание тем, что просто сделать такое окрашивание, то есть легкий, так сказать, переход. И вам это не будет настолько мучительно. Когда я отращивала, я не делала себе какого-либо окрашивания, и, в общем, это вот эти темные корни, пока вот они до уха не отросли, это выглядело просто отвратительно, очень неопрятно, и в целом портило вообще мой образ. Но, наверное, начну с того, что все свои секущиеся кончики, все сухие кончики я пошла в салон и отстригла, и вам советую того же. Не оставляйте вы вот эти пересушенные кончики, потому что в дальнейшем они просто обломаются, и вы даже не увидите прирост волос. Поэтому первым шагом идите действительно и отрежьте все иссушенные кончики. Да, это болезненно, возможно, это, ну, можно сделать несколько этапов, чтобы не травмировать свою психику. Я понимаю, насколько это тяжело, и это только легко сказать. Но, вот поверьте мне, тогда вы увидите разницу, и видите, что ваши волосы действительно отрастают, а иначе вы просто не видите. В общем, как всегда, повествование затянулось. Давайте начнем, наверное, с того, что первый мой этап, и самый главный, это увлажнение. Без увлажнения волос они у вас будут пересушиваться, следовательно, обламываться, следовательно, сечься. Мало того, что это будет выглядеть не очень хорошо, и также вы не сможете отрастить длину. А мой охот начинается с вечера. Я иду в ванну, наношу одно из своих масел. На данный момент у меня это кокосовое. Обычно я чередую органовое с кокосовым. Я оставлю все ссылки. Покупаю я, кстати, их на iHerb. Ссылки я оставлю внизу. Мой уход начинается именно с вечера. То есть я вечером иду, наношу масло. Но я приучила себя то, что на корни я наношу что-то другое. Если я именно в такой период отращивания именно волос, то я использую вот такую маску от Lush. Основа основ. Она содержит в себе эфирное масло мяты, которое стимулирует рост волос. Если у вас выпадение, если у вас перхоть, то масло мяты поможет в лечении. Но и также оно стимулирует рост волос. Поэтому это просто маска-находка. Вообще ее нужно наносить на всю длину волос. Но, честно говоря, мне не нравится, как она работает именно на длине. Но зато на корнях работает она просто сногсшибательно. Поэтому я наношу сначала ее на корни. А потом на всю длину я наношу одно из масел. Либо кокосовое, либо органовое. Но также, если я не нахожусь в стадии отращивания волос, то я использую вот такое вот витаминное масло. Тоже также покупала его на iHerb. Здесь смесь различных масел. Также здесь добавлены витамины. То есть я наношу также это на корни. Даю дополнительное питание своим волосам. Дополнительные витамины. Это никогда не лишнее. Если вы хотите, чтобы маска воздействовала намного лучше, то одевайте тогда шапочку поверх полотенчика. И прогревайте это хорошенечко. При помощи тепла маска будет действовать намного лучше. В своем уходе я предпочитаю именно мягкие, бессульфатные шампуни. Для себя я нашла идеальный. Такая линейка от Acure, которая с органовым маслом. Она направлена на увлажнение. Если у вас такая же сухая кожа головы, как у меня, то я вам их рекомендую. Если же у вас, наоборот, жирная кожа головы, то, скорее всего, у вас очень быстро будут пачкаться волосы. И вот в таких случаях именно эту линейку я вам не рекомендую. Еще из-за моих прям самых главных месс-хэвов, когда я попробовала этот шампунь, я поняла, что идеальнее его нету. К нему я возвращаюсь из раза в раз, когда я хочу отрастить волосы, когда я хочу сильнее очистить кожу головы, когда я использую в каком-то дополнительном уходе силиконы. Их нужно вымывать. Вообще, в принципе, масляные маски тоже на это направлены. Кстати, имейте в виду, что масляные маски также смывают цвет. Поэтому используйте шампуни для окрашенных волос. Что касаемо этого шампуня, он содержит в себе мое любимое эфирное масло мяты. Кстати, до того, как у меня появился этот шампунь, я эфирное масло мяты добавляла в свой стандартный уход. То есть на ладошку я наносила порцию шампуня, добавляла две капли или даже одну эфирного масла мяты, перемешивала это все, вспенивала в руках, затем наносила на кожу головы. Ждала, наверное, минуты четыре, чтобы это воздействовало. Кожа начинала немножечко так холодить или припекать. И тем самым я стимулирую рост волос. Этот шампунь также направлен на избавление от перхоти, на стимулирование роста волос. Он просто потрясающий. Название его Cool Orange также просто описывает его аромат. Он действительно пахнет холодным апельсином. Очень приятная, отлично пенящийся продукт. Вот это, наверное, то, без чего я просто не могу. У меня сейчас стоит огромная такая бутыль. Я переливаю вот в эту маленькую. Обожаю этот шампунь. Вот он самый-самый лучший для меня. Так как у меня очень тонкие, но при этом все-таки густые волосы, и частенько мне хватает именно объема, чтобы казаться такой прям львиной гривой, я использую на выход или для каких-то причесок шампуни, придающие объем. Но объем они придают не у корней волос, а именно на длину. Ваш объем волос становится больше. И в этой категории у меня есть два фаворита. Первый линейка Beverly Hills, которые направлены именно на придание объема. И вот эта линейка от Beverly Hills просто сногсшибательная. Она дает невероятный объем волосам, которые сохраняются, в принципе, надолго. Но это именно профессиональная линейка. И вот ничего лучше нее я не пробовала именно для придания объема. Она моя самая любимая. И, наверное, уже на протяжении лет, наверное, так четырех является моим фаворитом. И постоянно обновляется на моих полочках, если она вдруг заканчивается. Но я нашла ей бюджетный аналог. Как вы знаете, то, что нам блогерам присылают очень много всего. Я столько шампуни перепробовала за мою, так сказать, блогерскую карьеру, что просто вам даже это не передать. И, в общем, могу вам порекомендовать линейку Pantin Expert HDFine. Это у меня осталось только эссенция. Шампунь, маска и бальзам у меня, к сожалению, закончились. По-моему, они должны остаться в пустых баночках. У меня просто огромный пакет. Еще, кстати, напишите мне, пожалуйста, стоит вообще снимать пустые баночки или это уже просто изжило себя. Ну, в общем, вот эту линейку я вам прям настоятельно рекомендую. За исключением вот этого спрея. Его я как-то вообще не поняла, не понимала, куда его наносить, потому что он вообще прям жиденький и, ну, такой вот он, никакой, в общем. И он даже склеивает немножечко волосы. В общем, его я вам не советую. При этом он еще немножко спиртом попахивает. А вот остальная линейка, девочки, за то время, пока я ее использовала и после того, как я ее закончила, у меня полгода была в два раза толще волос. Вот действительно, то есть я когда делала косу, она выглядела прям очень-очень толстой. То есть у меня, в принципе, и так довольно много волос, но они тонкие, повторюсь. То есть когда я делаю косичку, при том, что волос много, она все равно выглядит такой немножечко, такой тоненькой. А вот после той линейки это было что-то бомбическое вообще. У меня были очень толстые волосы. И вот, кстати, вот эта линейка делает то же самое, но стоит в разы дороже. Поэтому присмотритесь к Quentin HD Fine. Было бы очень странно, если в этом видео я не упомянула про свои любимейшие сухие шампуни от Батист и Коллаб. Спасали меня уже неоднократно, особенно когда Викулька была помладше. И сейчас я по большей части пользуюсь именно сухими шампунями для придания объема. То есть я использую именно шампуни для объема. Мои любимые это Коллаб Лондон и Батист XXL. Вот использую их примерно где-то на второй-третий день после помывки. Или, к примеру, мне нужно какую-то более объемную укладку. Могу прямо в день помывки их использовать. Проговорили про очищение, про дополнительные тут вот линейки шампуни. К ним больше возвращаться не буду. И дальше идет у меня следующий этап. Еще раз увлажнение. Увлажнение у меня есть мой любимый кондиционер, который вообще чаще всего я использую именно маски. Потому что я довольно редко мою голову. Где-то 2-3 раза в неделю бывает и реже. Ну, потому что у меня сухая кожа головы, и она практически не пачкается. И чаще всего я использую маски. И у меня здесь два фаворита. Это, и думаю, многие просто про нее слышали от Маринда Биг Сити, Алиночка Флайклауд. Ее очень часто хвалят в своих видео. Это глубоко увлажняющая маска от Nubian. Она пахнет просто фантастически. Как все остальные девчонки, я думаю, что индийская маска будет пахнуть какими-то такими специями, какими-то такими восточными пряностями. По факту она пахнет довольно свежо. Это просто многофункциональная вещь, которую можно носить просто на кончики, чтобы их увлажнить, то есть в сухом виде. И также можно использовать прямое ее назначение. Это маска. Она просто сногсшибательная. Я стараюсь ее как можно дольше держать на своих волосах, чтобы они больше напитались, больше увлажнились. Они настолько рассыпчатые, увлажненные после этой маски. Девочки, вот прям ее очень рекомендую. Прям потрясающая вещь. Даже на моих сейчас осветленных волосах она работает просто волшебно. Еще одну маску, которую я могу порекомендовать, это Kiehl's. Это именно восстанавливающая маска. Она с маслами оливы. Она имеет, знаете, такой легкий-легкий, слегка уловимый аромат. Насколько она напитывает волосы, просто даже не передать словами. Они становятся очень тяжелые. Она действительно делает волосы очень гладкими, очень послушными, очень такими пластичными, очень увлажненными. Я ее обожаю. И, в общем, вот эти две маски, полнейшие мою маску, как только они заканчиваются, я сразу их покупаю новенькие. То есть вот эта маска, я уже даже перестала считать, которую подряд я ее заказываю. То есть она уже подходит к концу и, соответственно, уже едет ко мне новенькая. Потому что я без нее просто не представляю своего существования. И также вот эта от Kiehl's уже подошла практически к концу. И я в скором времени ее обновлю, потому что они просто потрясающие. Кондиционер я практически никогда не использую. Но вот мой самый любимый, это опять-таки из той серии от Экьюр, которая с органовым маслом и омега-7. В общем, тут и Q10 содержится. Она очень хорошо увлажняет. Тоже вот этот кондиционер могу посоветовать. А дальше, после вот этого всего, перед тем, как сушить волосы, я обязательно наношу термозащиту. У меня это бразильский кератин, органовое масло. Вообще я люблю, когда в составе есть органовое масло, потому что на мне оно работает просто великолепно. Тут такая термозащита от Giovanni. Опять-таки покупала ее на iHerb. Кстати, пахнет она кокосиком. Дает дополнительное увлажнение. В общем, увлажнения никогда не бывают лишними. Я, наверное, всеми силами стараюсь все больше и больше их увлажнять. В общем, если я придерживаюсь органического ухода, то я в дальнейшем наношу масло на кончики. Опять-таки, это органовое масло. У меня это от Andalou Naturals. Восайхерба. Пахнет оно розочкой. Кстати, вот это масло можно наносить не только на волосы, но также и на личико. И там, и там оно работает просто потрясающе. Личико становится очень ухоженным, очень увлажненным, сияющим. В общем, просто потрясающе работает как на волосах, так и на лице. Поэтому вот это универсальная вещь. Очень советую попробовать, да, если особенно вы любите запах роз. Здесь он такой, знаете, очень легкий и ненавязчивый. То есть я не могу сказать, что это такая противная старушечная роза. То есть она пахнет очень нежно, как вот бутон розочки, который мы только сорвали. И если я не придерживаюсь все-таки органического ухода, то чаще всего я использую вот это вот масло от Керастаз, Эликсируетим. Это также не первый мой бутылечек. И в одном из видео про фаворит я вам говорила очень хорошую замену его бюджетную. Это масло отдав, то оно очень достойное. Но вот у этого мне нравится немножечко больше действия. У него более ярко выраженный, знаете, такой блеск появляется у волос. И аромат мне ближе. Он такой, знаете, слегка восточный. Ну и давайте, наверное, немножечко про гаджеты, которые мне нравятся. Ну, в первую очередь, это, конечно же, Tangle Teaser. У меня их много. Маску в душе, которую я наношу, я обязательно всегда прочесываю. Не бойтесь травмировать свои волосы, потому что за счет маски они более скользящие. Ну и, соответственно, до мытья нужно их хорошенечко прочесать. И тогда ничего растягиваться у вас не будет. То есть, чтобы маска попала на каждый ваш голосочек, я обязательно прочесываю волосики. У меня это вот такая специальная Tangle Teaser для душа. И в основном я расчесываю также волосы Tangle Teaser. Не знаю, вот больше всего мне нравятся эти расчески, потому что это потрясающий массаж головы. Больше как я кайфую. И она действительно не выдирает волосики. И также мне очень нравится моя расческа от The Body Shop. Она такая деревянная. И после нее волосы, не знаю почему, но они блестят просто невероятно. Я даже первое, ну вот когда начинала только ей пользоваться, я начала рыться в интернете. А может, есть у нее какая-то пропитка, потому что волосы после нее, ну, нереально блестели. Я не знала, в чем причина. Что касаемо еще спреев, у того же Beverly Hills, есть вот такой вот спрей Styling, который дополнительно дает вот мгновенный эффект более густых волос. Вот супер вещь. Девочки, ну вот правда, вот эту линейку я вам прям настоятельно рекомендую. Она очень крутая. Ну и бюджетные замены я вам также уже сказала. Что касаемо стайлинга, я нашла для себя просто сумасшедший, крутой фен. Это фен от Brown Satin Hair 7. Он идет как именно уже профессиональный фен. У меня до этого был профессиональный фен от Valera, Valera. Не знаю, Valer, как вы только назвать, как вы только нельзя назвать. Правда, и до сих пор есть. Но, в общем, он сушит намного хуже. Что мне нравится в этом фене? Воздух как горячим, так и холодным. Здесь есть регулировка температуры. То есть, если вы включаете на горячий, вы можете там сделать супер горячий или похолоднее. Здесь три режима горячести. И холодный здесь по-настоящему холодный. Если в других фенах у меня холодный был, ну, просто такой не горячий, но все равно теплый, то здесь он прям холодный. То есть, летом, в принципе, можно освежиться при помощи этого фена. Два режима скорости. Обалдеть, как быстро высушивает голову. Не знаю, ионизация дает что-то или нет, но, тем не менее, она здесь все-таки есть. Потрясающий фен высушивает мои волосы минут за пять. Ну, в принципе, я рассказала о основных, наверное, принципах моего ухода. Возможно, я что-то и забыла. Но самое главное, я назвала вам основные мастхевы, все свои любимчики по уходу за волосами. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их внизу в комментариях. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я вас обнимаю, целую. Пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока.